Здравствуйте, с вами Марина Ракальна. Мы продолжаем украшать свою квартиру к Новому году. Присоединяйтесь. Совсем недавно я делала венок из желудей. Сегодня у нас будет новая версия, еще более простая и к одном варианте. Для венка потребуется основа. Вы можете купить ее, либо изготовить самостоятельно. Сейчас, даже несмотря на то, что морозы, можно нарезать лозу, ивы, березы, либо дикого винограда, скрутить, подсушить, и у вас будет основа. У меня основа из соломы. Венок мы будем делать из сосновых шишек. Этот материал всем доступен. Но клеить я буду шишки не лицевой стороной наружу, а кверх ногами. Для того, чтобы шишки было удобнее фиксировать, удобнее было с ними работать, я при помощи кусачек удаляю у них макушку. Выкручиваю. Наношу клей. Приклеиваем. Венок практически готов, но, по крайней мере, основа уже есть. Между шишками у нас осталось свободное пространство и просвечивает основа. Вот это пространство я буду забивать мхом. В общем-то, то, что получилось, мне очень нравится. Мне вообще очень близок природный стиль. Но, если вам не хватает праздника, то вы можете просто пыльнуть шишки баллончиком с золотой краской. Сзади я сделала крючок из проволоки, и теперь мне осталось сделать лишь бант. Венок готов, работаем дальше. Ну, а сейчас я вам предлагаю сделать праздничный ночник. Он особенно нравится детям. Для создания композиции потребуется стеклянная емкость без всяких рисунков, очень лаконичная, очень простая. И также для этих целей можно использовать любые вазы без рисунка, но трехлитровый банк точно не годится. У меня на столе лежит трафарет. Я его быстро вырезала из бумаги для принтера, но лучше вырезать из бумаги для рисования, то есть альбомной бумаги. Так рисунок будет более устойчивый. Такие трафареты, безусловно, продаются где-то в готовом виде. Я не встречалась, специально искать не стала. При помощи маленьких, незаметных кусочков скотча я приклеиваю этот трафарет к стенкам банки. Далее для работы мне потребуются небольшие кусочки пиафлора, и их нужно замочить в воде. Нарезаю на кусочки. Пиафлор ни в коем случае нельзя топить в воде принудительно. Нужно положить на поверхность и ждать, когда он сам напитается. Если будете его топить, то могут остаться пустоты без воды, и ваши цветочки предстоят гораздо меньше. Чтобы вода из пиафлора не испарялась очень быстро, каждый кусочек я буду оборачивать в целлофан. Для этой композиции понадобятся хвойные веточки, но если их нет под рукой, можно обрезать тую, а я хочу обрезать веточки розмарина. Сажаем деревья. Заселяем розмарин в наш ночник. Может быть, он нам еще и корешки даст. Внутри нам нужно задекорировать гирлянду с блоком управления. Конечно, сюда лучше подойдет гирлянда на тонкой-тонкой проволоке, но у меня такой под рукой не оказалось. Для того, чтобы скрыть мешочки, в которых растут наши растения, и скрыть гирлянду, я использую сизаль. И засыпаем немного искусственного снега. Выглядит так, как будто хвойный лес засыпало снегом. Для того, чтобы мой венок гармонировал с ночником, ему нужно тоже сделать бальтик из пеньковой веревки. Вот такие природные материалы я просто обожаю. С меня на сегодня творчества достаточно. Ну, а вам желаю творить и вытворять, чтобы в преддверии Нового года почувствовать себя как в детстве. Спасибо. Спасибо. Спасибо.